Послание к Фессалоникийцам Павел утешает людей, которые потеряли любимого человека или принесли разлуку. И Фессалоникийцы не имели еще полноты познания эсхатологии или будущих событий. Поэтому, когда люди умирали, они волновались и задавали вопросы. Что произошло с умершим? Где он сейчас? Увидимся ли мы с ним? А что с теми, кто умер до пришествия Иисуса Христа? И вот апостол Павел отвечает на эти вопросы в 4 главе с 13 по 18 стихи. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, всредние Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга семи словами. Я не знаю, вы изучали уже греческий кто-то из вас? Вот или пробовали? Вот здесь есть у меня такой вот этот же текст на греческом. Вот я думаю, вам будет приятно увидеть, посмотреть, что вы уже знаете многие греческие слова, как этот текст написан. Вот апостол Павел говорит. Ну не будем продолжать. Вот здесь есть слова, которые вы знаете. Например, Агноен. Агностик слова. Тот, который не знает. Или Адельфой. Филадельфия. Город братской любви. Вот или там Анесте. Анесте Анастасия имя. Помните, да? Воскресенье. Восставать. Воскресать. Лого. Слово. Вы тоже знаете. Вы уже половину греческого знаете. Вам осталось немного только позаниматься. Грамматика, структура, и вы уже будете знать. И вот здесь апостол Павел говорит. Не хочу оставить вас в немедлении об умерших. Вот здесь интересное, кстати, слово. Вот. Умерших. Оно буквально означает спящих. То есть, эти люди всего лишь на время уснули. Интересно, что когда апостол Павел говорит о Христе, он употребляет другое слово. Вот у меня выделено жирным. Апэтанон. Танатос. Танатология. Учение смерти. Вы, наверное, слышали. И здесь слово, которое означает реальную смерть. Иисус Христос не просто уснул. Он реально умер. А вот здесь о верующих он говорит. Коймомэнон. То есть, это люди спящие. Люди, которые временно, вот как бы ожидая Господа Иисуса Христа, дремлют. Фессалникицы тяжело переживали утрату своих близких. И вот не зная всего учения о втором пришествии, они печалились о судьбе христиан. И они думали, а что будет дальше? Вот что будет с теми людьми, которые не дождались пришествия Иисуса Христа? Что будет с теми людьми, которые не дождались? И Павел, апостол Павел, вероятно, учил их уже этому. Он пишет в своем послании. Помните, что я вам уже говорил об этом? Мы встречаем такую фразу. И он учил о том, что Иисус Христос может явиться в любое время. Но фессалникицы так подумали, что любое время, это время в течение их жизни. И они подумали, что благословениями пришествия воспользуется тот, кто будет жив, когда придет Иисус Христос. И вы знаете, что некоторые из них даже оставили свою работу, да? Они думали, что вот Христос придет, ничего, перестали работать, все отказались. Ну, с дня на день Христос придет, все, ничего не нужно. А потом получается переживание такое. Вот начали умирать некоторые близкие или родные фессалникицы, и они думают, Христос не пришел, они умерли. А как же с ними будет? Что будет с ними? Когда Христос придет, не потеряны ли они навсегда? Что будет с нами, оставшимися в живых? И что будет с ними? Они переживали о них. И эти вопросы настолько угнетали фессалникицев, что они, как отмечал Павел, стали малодушными. Это слово означает боязливые или робкие, то есть у них буквально подкосились ноги. Они не были уверены в будущем. И учение Павла, вот в этой части Писания, служит укреплением душ. Апостол Павел говорит, что перед лицом будущего верующие должны стоять прямо и уверенно. Не потому что, вот такая слепая уверенность, мы ничего не знаем, но мы верим. Но у нас есть слово Божие, которое ясно говорит о том, что произойдет. И апостол Павел утверждает, что умершие воскреснут, потом мы, живые, будем взяты с ним Господу. И он здесь употребляет слово мы, надо полагать, оно включает и Павла. И это не значит, что Павел думал, что вот Христос придет прямо, когда я живу, потому что мы читаем другие тексты Библии. Павел говорит, имею желание разрешиться, то есть умереть. Но богословы говорят это доктриной неизбежного или близкого пришествия Христа, называют это. То, что апостол Павел себя включает в это слово мы, но это говорит о том, что он ожидает пришествия. Он не говорит о том, что Христос придет в течение его жизни, он не знает об этом. Но он ожидает прихода, приход может случиться в любое время. И вот на основании этого текста мы можем составить проповедь. Я бы назвал ее послание надежды, встреча, послание надежды. И она состояла бы из трех пунктов основных. Первое это христианская надежда, апостол Павел говорит. Второе, основание христианской надежды, в чем оно состоит. Третье, план встречи, как все произойдет и заключение, это взаимное утешение. Первая христианская надежда, 13 стих. Не хочу оставить вас в неведении об умерших. Апостол Павел исключает всякое неведение в жизни верующих. К сожалению, даже сегодня некоторые верующие страдают неуверенностью в будущем. У них нет этого ведения, ясного учения. И апостол Павел хочет рассеять вот этот туман. Он хочет сказать ясно, что произойдет, что будет. И он говорит, что смерть это как сон для верующего. Она его не уничтожает. Он все равно что спит. И мы не боимся смерти. Слово сон это как покой, отдых от тяжких земных трудов. Верующие с точки зрения мира как бы спят. Он говорит, чтобы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. И речь не идет о том, что верующие, когда похороны, когда они хоронят близких, это не значит, что верующие не плачут. Вспомните Христа. При гробе Лазаря он прослезился. Вот это, наверное, единственный раз мы встречаем такое выражение. Когда он страдал, он не плакал. Но когда он столкнулся со смертью, с действием смерти, таким ужасным, неприятным действием смерти, он прослезился. Верующий скорбит. Но верующий не скорбит так, как прочие не имеющие надежды. Заметьте разницу на похоронах верующих и неверующих. Вы увидите вот эту скорбь всепоглощающую, отчаяние, и вы увидите скорбь верующих. Потому что для неверующих это конец. Для тех, кто умер, нет никакой надежды. Ничего дальше нет. Все этим заканчивается. Для верующих это сон. Это переход к другой жизни. Верующие оплакивают расставание с близкими, но они не страдают от чрезмерной скорби. Потому что смерть не разделит их с Богом и друг с другом. И дальше апостол Павел говорит об основании надежды. Каково основание надежды? 14 стих. Мы веруем, что Иисус Христос воскрес и умер. Вера во Христа. Иисус Христос умер и воскрес. Что делают верующие? Верующие умирают и воскресают вместе с Иисусом Христом. И это тоже производит Христос. И для апостола Павла это одна из таких любимых идей. Смерть Христа. И отождествление верующих со Христом. Верующие как Христос умирает и восстает вместе со Христом. И дальше апостол говорит об обетовании грядущей встречи. Он говорит, что встреча ожидает нас. И эта встреча имеет двойную рабость несет. Во-первых, это встреча с умершими. То есть мы встретимся с теми, кто умер прежде нас. И они воскреснут прежде. И мы потом присоединимся к ним. Вот Орен Уирсби, христианский толкователь, писатель. Он однажды при встрече с другом сказал, я слышал, ты потерял свою жену. Мне очень жало. Имелось в виду, что она умерла. А друг ответил, нет, я не потерял ее. Ты можешь потерять что-то, если ты не знаешь, где оно находится. А я знаю, где сейчас моя жена. Она сейчас с Богом. Мы встретимся с умершими. И второе, мы встретимся с самим Христом. Вот умершие не будут разлучены ни со Христом. Умершие не будут разлучены с верующими другими. Христос придет и возьмет. Восхищены будем. Здесь такое слово апостол употребляет, как харпадзо. Идея восхищения, это когда что-то стремительно откуда-то вырывается. И вот таким образом мы будем вырваны из этого мира. И мы придем к Господу. И в заключении апостол Павел пишет о плане этой встречи. Как это будет происходить. Что сам Господь придет, при возвещении сойдет, потом мертвые воскреснут. Потом мы будем восхищены в облаках встретить к Господу. Ну вот здесь у меня есть вот этот план встречи, о котором апостол Павел говорит. Возвращение Господа, воскресение умерших, восхищение живущих, воссоединение. Об этом можно много говорить и размышлять в курсах эсхатологии. Как все будет происходить, в каком порядке. Ну по этому тексту апостол Павел просто описывает. Возвращение, воскресение, восхищение и воссоединение. И заканчивает апостол Павел, и мы можем заканчивать свою проповедь, словами утешения. Как апостол Павел говорит, утешайте друг друга семи словами. Какими словами утешать нужно друг друга? Если кратко. Вот какими словами мы можем утешать друг друга на основании этого текста? С словами будущей встречи. О том, что мы встретимся, о том, что расставание временно. Вот и об этом мы проповедуем на погребении, на травмных собраниях. Мы говорим о ожидании будущей встречи. Вот мы ободряем друг друга ожиданием будущей встречи. Итак, это четвертая глава утешения. Павел, апостол Павел говорит об утешении. Видеосеминария ТВС, благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok